Да, так что это только начало. И давайте поаплодируем за все, что... Нарядки, шутки, сценки для нас приготовили. Короче, у нас хорошая сегодня программа. Сейчас будет слово, короткое, хорошо? Я обещаю. И оно будет по поводу Рождества Христова. Итак, давайте мы с вами помолимся, и пусть Господь нас посетит в Слове Божьем. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за этот день, Господи, который Ты определил. Ибо в Галатам 4, глава 4 стих сказано, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы Тот родился в этот мир. Полнота времени пришла две тысячи лет назад. У Тебя свои сроки, Господи. У Тебя мудрость, которая не сравнится с мудростью этого мира. Мы благодарим Тебя за то, что мы находимся в изумлении Твоего плана, Твоего величия, Твоей мудрости. Ты все знал с самого начала, Господь. И предопределил спасти нас и усыновить нас через Сына Твоего, Иисуса Христа, возродив нас свыше. Спасибо Тебе, Господь, мы славим Тебя, любим Тебя и просим Тебя, Господи, чтобы Ты наполнил это Слово, наполнил наши сердца пониманием Рождества, Господь. И благословил это Слово и всю программу и наше общение во имя Иисуса Христа. И также благословить детскую программу, Господи. У них там свое Рождество, вернее, оно то же самое. И даруй им замечательное время, чтобы эти мысли, Господь, и этот праздник оставался в их сердцах навсегда. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Давайте мы с вами откроем Псалом 86. Псалом 86. Кто знает, сколько всего Псалом в Библии? Не заглядывая в Библию. Сколько? Кто сказал 150? Очень хорошо. Наверное, посмотрели в Библию. Шут. Итак, хорошая новость знаете какая? Мы не будем читать 150 Псалмов. Мы прочтем один. И он будет очень короткий. 118. 118 мы прочтем в другой раз. На Пасху. Итак, 80... Какой я сказал? 86. Итак, 86 Псалом. Сынов Кореевых. Я не знаю, кто такие сыны Кореевы. Но они написали Псалом. Итак, Псалом песни. Основание его, то есть Иерусалима, на горах святых. Господь любит врата Сиона. Сион это город, ой, гора, на которой стоит Иерусалим. Более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе город Божий. Интересно, такая напряженность сейчас в отношении Иерусалима. Аминь. Почему такой напряженности нет в отношении, ну, Тюмени, например? Или Екатеринбурга. Почему такая напряженность вокруг Иерусалима? Что там произошло? И здесь говорится о том, что это город Божий. Аминь, вы слышали? Это город Божий. Это город Великого Царя. Четвертый стих. Упомяну, знающий меня о Раве. Рав – это Египет. И Вавилония. Вот Филистимляне и Тирси, Фиопия. Здесь перечислены страны и народы, которые были в то время. Здесь нет России, здесь нет Америки. Там Эфиопия, там Тир, там Филистимляне. И здесь говорится, что скажут по поводу Филистимляна, Тира, Эфиопию. Такой-то и такой-то родился там. Итак, когда... Я думаю, что мы знаем, что такое рождение наше физическое в этот мир. Потому что мы родились в этот мир. И у нас есть свой день рождения. Правильно, да? Одно день рождения. Как в той песне поется «Жаль, что день рождения один раз только в году». Но оно одно. Что произошло в этот день, когда мы родились с вами в этот мир? Это произошло следующее, что мы с вами вошли в этот мир. Вы со мной как вас делали? Мы с вами вошли в этот мир. Вошли в материальный мир, где есть время, где есть материя, где есть пространство. И мы с вами вошли в этот мир, родились в этот мир. И сразу же, что произошло, как вы думаете? Да? Всякое рождение, которое происходит в этом мире, оно фиксируется. Оно фиксируется в книге. Или дается свидетельство о рождении. Человек родился в этот мир. И здесь говорится, что в Рааве человек родился, то есть в Египте. И там написали, такой-то родился там. В Вавилоне написали, такой-то родился там. Тир и Эфиопию родился человек. И там тоже отметили, такой-то и такой-то родился там. Пятый стих. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. И шестой стих. Господь в переписи народов напишет. Такой-то родился там. Мы видим с вами здесь, что Иерусалим это, или Вифлеем, он рядом с Иерусалимом. В Иерусалим приносят Иисуса Христа, чтобы представить перед Бога. И там пишут в памятную книгу, в книгу рождения. Вы знаете, Рождество Иисуса Христа это не былина, это не замечательная какая-то история или сказка. Рождество Иисуса Христа было отмечено историческим свидетельством. О нем было написано в храмовой книге, что такой-то родился в Иерусалиме, такой-то родился в Иерусалиме, но храмовая книга была в Иерусалиме, в граде Бога Живого. И мы с вами видим, что о нем говорит, а об этом человеке скажут, такой-то и такой-то родился в нем, и сам Всевышний, то есть Бог укрепил его. И сам Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие все мои источники в тебе, Господи. И так, когда родился Иисус Христос, то его имя и дата его рождения были вписаны в книгу. Это историческое событие. Аминь. Так же, как наше с вами рождение, кто-то родился, все спокойно было, кто-то родился, там свет погас во всем городе, или в роддоме свет погас. Кто-то родился, еще что-то произошло. И мы с вами говорим о том, что, а вот тот, который родился в Вифлееме, это особенный человек. И сам Господь, сам Всевышний написал в переписи народов. Мой Сын вошел в этот мир. Аминь. Вы со мной? Мой Сын вошел в этот мир. Мы с вами, если посмотрим на Ветхий Завет, и мы немного в среду сказали об этом, в Ветхом Завете Господь являлся человеком. И давайте мы посмотрим несколько встреч таких. Это, например, книга Бытие, 18 глава. Книга Бытие, 18 глава. «И явился ему Господь у Дубравы Мамрия, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Итак, Авраам сидит у своего шатра. И дневной зной, и вдруг здесь, второй стих, он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Кто стоит? Три мужчины, правильно, да? Это означает, что это были обыкновенные люди. Но, с другой стороны, они не были обыкновенными, потому что это сам Господь пришел. Как Он пришел? Как Он пришел вместе с двумя ангелами? Три мужчины пришли, правильно, да? Это не был огонь, поедающий гору Синай. Это три мужчины зашли в гости Авраам. Правильно? И Авраам, конечно, и сказал, и возвел он очи свои и взглянул, вот три мужа стоят против него. И увидев, и побежал навстречу им от входа в шатер, поклонился до земли, и сказал, Владыка, если я обрегу давление предачами твоими, не пройди мимо раба твоего. Итак, Авраам приготовил для них пищу, они сели. Кто это был? Господь Бог. И Он был как человек, Он был как мужчина. И также с Ним два ангела. И эти трое-трое человека, они покушали, поговорили с Авраамом. Господь сказал, что на следующий год приду, будет у Сары сын. Сара засмеялась у себя внутри своего сердца в шатре. И Господь говорит, что это Сара там смеется? И Сара говорит, нет, я не смеялась. И это было следующее, что Господь пришел. И пришел как человек. Далее мы видим с вами, что в 32 главе книги Бытие, вообще невероятная история, что человек, то есть Иаков, борется с другим. Борется с другим. 24 стих. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не доливает, его коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. И Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, какое имя твое, он сказал, Иаков. И сказал, ныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом. И людей будешь одолевать. 30 стих. И нарек Иаков имя месту тому Пинуэл. Ибо говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Кого он видел? Человека. Я имею ввиду, это был Бог, но он был человеком и находился рядом с Иаковым. Дальше давайте мы откроем еще два места писания. Давайте одно место писания откроем. Это книга Иисуса Навина, 5 глава. Для чего мы читаем эти все вещи? Для того, чтобы понять, что в течение Ветхого Завета Господь воспринимал на себя человеческую плоть и являлся своим людям. Да так являлся, что после посещения Богом людей, они оставались живы. Аминь. Кто это был? Это был Иисус Христос. Все эти вещи, все эти встречи, они называются Христофанией. То есть явление Иисуса Христа до своего воплощения в человека. И мы видим с вами здесь, когда уже народ израильский перешел в землю обетованную, а перед тем, как перейти. Нет, они уже перешли, да. Итак, 6 глава, 5 глава книга Иисуса Навина. 13 стих. Иисус, находясь близки Ерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Кто стоит? Человек, правильно? Кто пришел к Аврааму? Мужчина. Кто боролся с Иаковом? Тоже человек, мужчина. Кто здесь стоит? Тоже мужчина, человек. И он стоит, стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. И Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятеля? Как вы думаете, он чем-нибудь отличался? Он даже подумал, ты за нас? Ты за нас или за них? Ты вообще кто? Ты за нас или за них? Почему? Потому что это был обыкновенный человек, но в то же самое время не обыкновенный человек. И он сказал, нет. Замечательно, Господь отвечает. Я не за вас и не за них. Правильно, да? Я, ты понятия не имеешь, с кем ты разговариваешь. И этот сказал, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. И Иисус пал при лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что Господин мой скажет работу твоему. Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою, смог твоей, ибо место, на котором ты стоишь свято. Иисус так и сделал. Итак, эти удивительные события Христофания, когда в Ветхом Завете Господь являлся своим людям, как человек, и они оставались живы. Иисус, чем же отличается Рождество от этих событий? Аминь, вы со мной? Чем же отличается Рождество? Иисус Христос и здесь мог бы явиться так же, восприняв тело человека. Но нет. Должна была быть совершена тайна благочестия. 1 Тимофея 3 глава 15 стих. Там написано, что Бог стал человеком. Для того, чтобы ему войти в этот мир, для того, чтобы ему стать человеком настоящим, а не просто воспринять на себя тело, ему нужно было пройти тот же самый путь, как нам с вами. Потому что человек, Господь Иисус Христос, Он родился в этот мир. Он не просто появился на кресте Голгофе. Он был зачат в очереди у женщины. Потому что в Бытие 3 глава 15 стих написано, что семя женщины сокрушит голову сатаны. Аминь, вы со мной? Иисус не мог просто так, взяв тело человека, и явиться сюда, и зайти на крест. Ему нужно было обязательно родиться, то есть войти в этот мир так же, как нам с вами. Аминь. Так же быть беспомощным младенцем, который лежит и которого вскармливает мама, который возрастает. У него возрастает и сердце, и ум, и он возрастает и тело, и он должен был пройти весь этот путь. Почему? Потому что иначе невозможно. Иначе это не было бы законным. Иначе он не стал бы по-настоящему человеком, и не стал бы ходатаем за нас, и не стал бы тем, который точно имеет такую же природу, как мы, но без греха. Аминь. И поэтому он являлся в Ветхом Завете, а потом мы видим, что рождается в мир Господь Бог. Маленький кричит, пищит. Кто кричал и пищал во время рождения? Не помните его, нет? Я отчетливо помню. Шучу, я ничего не помню. Но из-за того, что ребенок закричал, значит задышал. Аминь. Каким? Чем задышал? Воздухом этой земли задышал. И обнял свою мать. Какую мать? Которая есть тело, которая материальная, которая недуховная. И вошел в этот мир, который взглянул и увидел, что оказывается здесь такие невероятные вещи, что солнце светит, луна, звезды, люди ходят. Вошел в этот мир и сказал, вот это да. И мы родились с вами в этот мир. Иисус Христос говорит, разговаривая с отцом. Слушайте внимательно. Жертвы и приношение за грех ты не захотел. Но тело приготовил для меня. И вот я иду. Мария, ты зачнешь и родишь сына, и нарекут ему имя Иисус. Согласна ли ты с этим? Мария что говорит? Да будет мне по слову твоему. И сразу же от Духа Святого произошло непорочное зачатие, в котором мужчина со своим семенем, которое заражено грехом, не участвовал. И это означает, что сам Бог вошел в этот мир. И Он вошел так же, как мы с вами вошли, чтобы быть законным царем царей среди царей. Чтобы быть законным человеком, который искупит наш грех, потому что Он был без греха. Чтобы за нас встать перед лицо Божие, чтобы в человеческом теле встать за нас перед Богом и сказать, все кончено. Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил для меня. И я вошел в этот мир, Отец мой. И завершил всю твою работу. И умер и воскрес. И теперь ты можешь благоволить к людям. Давайте мы с вами откроем послание Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 2 глава. 9 стих. Итак, после рождения Иисуса Христа, давайте 8 стих. В той стране были на поле пастухи. Давайте 6 стих. Что уж там. Когда же они были там, наступило время ей родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в яслие, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Аминь. Мега, мега радость. И великую радость, которая будет, мне так нравится 10 стих. Которая будет всем людям. Аминь. Скажите, скажите вместе со мной, это радость для меня лично. Давайте еще. Это радость для меня лично. Младенец родился для меня лично. И он родился не бессильный, он родился сильный, своей силой, чтобы спасти меня. И ангел говорит, ой, как здорово. Не бойтесь, и я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И корейцам, и русским, и вьетнамцам, и чувашам, и немцам. Всем людям. Аминь под небом. И даже азербайджанцам. И даже евреям. И даже людям в Иране. И китайцам, и японцам. Все включены. Помните, в среду мы говорили, что в течение Ветхого Завета человек, если имел дерзновение приближаться к Богу, он мог умереть. А здесь что? Подходите все. Со всех племен. Со всех народов. Со всех языков. Подходите. Потому что Бог не просто явился Авраму, Исааку, Якову, или Самсону, или как-нибудь еще. Он не просто воспринял тело. Он родился в этот мир, как человек, и стал законным наследником царства на этой земле. Аминь. Если бы он не родился, как человек, не был бы законным царем. Ему нужно было пройти весь путь. И мама его вскормила. И ангелы говорят, что ныне, 11 стих, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Это означает, что Бог вошел в мир. Это тайна благочестия совершилась. Бог стал человеком. Невероятное событие. И Господь говорит, я запечатлел это событие в переписи народов, чтобы люди знали, что действительно произошло это событие. Что действительно Сын Мой вошел в мир. Что это не сказки какие-то. Это действительно произошло. И чтобы люди знали, что Он единственный Спаситель. И возрадовались в своем сердце. И чтобы все народы услышали, что для них лично родился младенец Бифлееме, на плечах которого держава всего Царства Божьего. И здесь говорится, и вот вам знам, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 стих, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Это значит и другие ангелы, много ангелов, славящие Бога и взывающие. Слава Вышних Богу. Аминь. И на земле мир, и в людях благоволение. Когда я родился некоторое время назад во Фрунзе, в 4 часа утра, в субботу, не было ничего особенного. Грешник родился в мир. В нем не было ничего особенного. Когда мы с вами родились, просто поставили запись, что родился такой в мир. А когда человек умирает, что? Тоже запись поставили. А на надгробном камне что написано? Время рождения, время смерти, а между ними что? Тире. Вся моя жизнь что? Тире. Со всякими моими заботами, со всеми делами, что я копошусь, волнуюсь и так далее. Вся моя жизнь без младенца, которая лежит в яслях, это просто тире. Это родился и что? И кеды в угол поставил. Это я спортсмен, я так называю. Или ласты склеил. А вся жизнь моя тире. Можно было так сказать, ну как жизнь твоя? Замечательно. Моя жизнь без младенца тире. Слушайте внимательно. Моя жизнь без рождения свыше тоже тире. Аминь. Вы слышали? Слава вышних Богу, восклицают ангелы, и на земле мир, и в людях благоволение. Когда я родился, Владимир Теплов, во мне не было никакого Божьего благоволения. А когда Сын Божий родился, то Отец сказал, что вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Мой Сын вошел в эту человеческую расу, чтобы стать человеком, и чтобы Он вошел, чтобы стать человеком, чтобы мы с вами стали, как Сам Господь Бог, через рождение и другое рождение. Давайте мы с вами откроем и закончим нашу проповедь. Евангелие от Иоанна, первая глава. Девятый стих. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это означает рождающегося в мир. Я родился, и я вошел в этот мир. Десятый стих. «В мире был, и мир через него начал быть». Это говорится о Христе. «Мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, то есть к евреям, к своему народу, и свои его не приняли». Слушайте дальше двенадцатый стих. «А те, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Аминь. Вы со мной? «А те, которые из всех народов и сказали, я принимаю тебя, Иисус Христос, я принимаю тебя». И там говорится, что верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Тринадцатый стих. «Которые не от крови человеческой, не от хотения плоти, то есть не от желания мужчины и женщины, не от хотения мужа, но от Бога родились». Аминь. «Кто родился?» «Всякий, кто посмотрел на младенца и также на Христа распятого и, услышав Евангелие, сказал, Господи, принимаю тебя, верю в тебя, верю в твой крест, верю в твою смерть и воскресенье». Здесь написано, что этому человеку, как только он принял Христа и поверил в Него, Господь дал власть быть, называться чадами Божьими. Аминь. «Которые родились не от крови, не от плоти, которые родились от Бога и которые родились совершенно в другую реальность, в реальность Царства Божьего, грядущего, вечного». Аминь. Если бы не этот младенец Вифлеемия, если бы не сын, который сказал, вот иду, Господи, исполнить волю Твою, как написано обо мне, то мы бы с вами имели бы только тире между нашим рождением и между нашей смертью. А теперь у нас что? Теперь у нас другое рождение. Мы поверили в Иисуса Христа, приняли Иисуса Христа, и Господь возродил нас свыше. И Никодим говорит, как это может произойти, родиться, ведь что я должен опять в утробу матери залезть и опять родиться? Иисус говорит, рожденное от плоти есть кто? Есть плоть, вот она стоит перед вами, а рожденное от Духа есть Дух. И поэтому вы родились свыше от семени Моего Сына, чтобы войти в вечное Царство и не умирать никогда. И теперь уже не вы, но Христос живет в вас, и это уже не вы, но младенец родился в вас, чтобы вы раз и навсегда вышли из состояния, из падшего состояния, и возрождены были свыше, и вошли через свое рождение в Царство Божие, Вечное, неприходящее, которое уже находится внутри вас, и которое действует в вас могущественным образом. И мы говорим, спасибо, Господь, за Твое пришествие, за то, что Ты родился, потому что теперь действительно, Отец, в Тебе, Отец Мой, во мне Твое благоволение, потому что Христос родился лично во мне. И это не из-за меня, не из-за моих дел и не из-за моего первого рождения, каким бы я там хорошеньким не был, потому что мне нужен был Спаситель, и Он родился для нас. И мы родились через Него в Царство, вечная жизнь, слава Христа, новое рождение, покой и святость, и праведность навсегда. И мы говорим, спасибо, Иисус. Вот она, суть Рождества. Родился Бог, стал человеком, чтобы мы с вами стали, как Он, родились свыше и навсегда наследовали обетование Царства. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за великий дар с небес. Иисус говорит Самарянке, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобою, то ты бы сама просила у Него воду жизни, и Он дал бы тебе. Отец, ты дал нам дар, младенец родился нам, сын дан нам. Спасибо, Господь. Это великий дар благодати, дар спасения, дар вечной жизни, дар возрождения нас свыше. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что ты не просто явился, как Аврааму, явился, как Иакову, или Иисусу Навину, или Иманою, взяв тело человека. Ты родился в этот мир, как мы, и уподобился нам, чтобы спасти нас и стать новым, и чтобы мы стали новыми творениями во Христе Иисусе. Вы прослушали эту проповедь? Вы можете быть религиозным человеком, исполнять какие-то действия, ездить на паломничество, делать добрые дела. Вопрос к вам один сейчас. Рождены ли вы в Царствие Божие от Духа Святого через веру в Иисуса Христа? Принимали ли Его лично в свое сердце, как своего Спасителя? Если вы не делали это, тогда сделайте это сейчас. Откройте ваше сердце перед Царем, перед Богом Всемогущим, перед Спасителем, который любит вас очень сильно. Откройте и скажите, обращаясь к Нему лично в молитве, и скажите, дорогой Господь Иисус Христос, я принимаю Тебя, я принимаю Дар с небес, я принимаю Тебя, как своего Спасителя, принимаю Дар вечной жизни, принимаю Царство, принимаю Твой крест. И верю, что Ты вошел в мою жизнь прямо сейчас, спас меня, простил все мои грехи и возродил меня Духом Святым к вечной жизни. Спасибо Тебе. Ты мой Бог и Ты мой Спаситель. Благодарю Тебя за мое новое рождение в Рождество Христово. И во имя Иисуса Христа, мой Бог и Спаситель, я молюсь и прошу. Аминь.